Добрый вечер, дорогие друзья! Пятница 13-й, а значит мы сегодня подводим итоги недели. Я уверена, что вы удивились, увидев меня в эфире, но ничего страшного. Сегодня я очень волнуюсь, вернее даже это неверное определение, я волнуюсь сверх нормы. 25 лет назад, 7 марта 1993 года, в эфир был первый эфир Бельского телевидения, ставший брендом, замечательная телевизионная компания, которая претерпевала в своем развитии все возможные изменения, впрочем, так же, как изменения касаются и нашей с вами жизни. Сегодня мы подводим итоги этой недели, короткой рабочей недели и недели предыдущей, потому что действительно рабочих дней было не так уж много. А подводим мы ее вместе с вами и гостем студии, исполняющим обязанности примара Николаем Григоришиным. Николай Николаевич, добрый вечер! Добрый вечер! Я знаю, что когда подводят итоги, то нам необходимо знать хотя бы какие-то данные из того, что произошло. Но так же, как исполнилось когда-то 25 лет Бельскому телевидению, так же мы подводим итоги и уходящему году, и уходящей неделе. Если посмотреть на итоги 2017 года, сколько было принято нашими службами обращений и сколько было дано поручений, то цифра зашкаливает свыше трех тысяч. Конечно, за одну неделю столько не поступило. И обращения самые разные от свор собак и до чтения лекций в медицинских учреждениях о правильном питании. Скажите, пожалуйста, все-таки, на ваш взгляд, какие из них самые важные, самые актуальные, самые злободневные для исполняющего обязанности примара и для горожанина? Вы знаете, все обращения, они по-своему важны. Для горожанина, любое обращение от горожанина на имя примара, исполняющего обязанности примара, горожанин ждет определенного ответа. Горожане не любят отписок. Вот я когда пришел два месяца назад, писали общими фразами, ну, я это почитал и говорю, ну, что это, чиновники, натуральные чиновники ведут переписку с определенным лицом месяцами. Ну, это неправильно, я как-то начал искоренять это. А как для исполняющего мэра, ну, для меня, конечно, важно, это предстоящая сессия, которая состоится во вторник, вы, наверное, наслышаны. Конечно, там есть вопросы, 90% вопросов, это что касается нашей жизни, наших граждан, ну, всей хозяйственной деятельности. Но также есть вопрос, там, очень спорный сегодня на финансовой комиссии. Ну, вы знаете все, что у нас идет впереди 9 мая. Я распорядился, чтобы всем ветеранам войны выделили денежные премии, вознаграждения, премии. И сегодня, к моему удивлению, господин Повонский начал принесите списки ветеранов, принесите фамилии данных ветеранов, какого они года рождения, а участники ли они войны. Ну, вот это я был, конечно, удивлен, что человек, пришедший в совет по спискам коммунистов, который был в совете, насколько я знаю, последние, там, 8 или 12, более 12 лет, как мне сегодня подсказали коллеги, и задает такой вопрос, конечно, я не ущемляю, может, он хотел таким самым проверить, что, не дай бог, не попадет больше, там, тысячи лей какому-то ветерану, который был ребенком во время войны, ну, может, был партизаном, знаете. Для меня было удивление, когда ко мне пришли коллеги с финансовой комиссии и сказали, вы знаете, вот он затребовал списки. Я говорю, ну, надо предоставить, если затребовал, и спасибо, что Вероника Мунтиану пошла, что у нее все это есть, подняла, значит, предоставила списки года рождения данных ветеранов. Ну, и, конечно, очень важный вопрос будет о том, что, наверное, сегодня все замечают, что происходит в политической жизни в Бельцах, в муниципальном совете, что происходит с муниципальными советниками. Я всегда говорил, что я пришел, я не делю политику, управление городом. Политика – это политика. Политика – это чуть-чуть должно быть как-то заниматься политикой. Но если мы занимаемся городом, то есть, как я исполняющий обязанности, мне важно, чтобы в городе творилось, происходило. Тот же ремонт дорог, тот же мусор, те же собаки, как вы говорите. Вот для меня, что главное. Но сегодня что они делают? Вот их новая фракция, куда вошли демократы, коммунисты, социалисты, они делают что? Они переманивают сегодня советников от нашей партии, угрожают, используют все методы. От полиции, заканчивая угрозами, уговорами, денежными вознаграждениями, что вот, перейди. Я начал перейти в нашу фракцию, я начал задавать вопрос, что происходит, начал изучать все вопросы по сессии. Ну, Ирнат Георгиевич заявлял, что они хотят сделать переворот. Они отказались от одних мыслей, но они пришли к другим. Они сегодня, госканцелярия обжаловала назначение, будем, меня как вице-мэра, вице-мэра и Шмульского Геннадия Леонидовича. И там сегодня, значит, происходит вопрос, один из вопросов. Отклонить обращение госканцелярии или не отклонить? Так вот, они сегодня убеждают, чтобы большинство не приходилось на ближайший совет. А если пришли, то голосовали с ними, чтобы не отклонять, а чтобы принять, что госканцелярия, значит, права. В то же время госканцелярия, чтобы вы понимали, подала в суд на распоряжение, что я исполняю обязанности примара 5 апреля. А на 19 апреля, представляете, на 8.30 утра уже назначено рассмотрение. Как-то так все быстро. И когда начали юристы анализировать данный вопрос, наши юристы, ну, видят только в этом одно. Значит, меня принять решение, там, отстранить или вынести вопрос, чтобы вопрос не прошел, перенести его на следующую сессию. Если не будет большинство проголосовать за то, чтобы отказать госканцелярии. Ну, а потом, скорее всего, я себе вижу, сценарий будет развиваться так. Будет решение суда, потом, скорее всего, будет возбуждение уголовного дела о превышении мной полномочий, потому что я расписывался, вы же знаете, там... Подписывали все документы. Все документы, да, и там были и финансовые документы, и разного рода другие документы. Превышение служебных полномочий, скорее всего, я вижу это. Уголовное дело, и снять меня, как кандидата на пост мэра города Бельца, снять с этой гонки. Ну, как-то так. Но ведь совет вас уполномачивал подписывать те же самые земельные вопросы, договоры, купли-продажи, приватизации жилья. Так что я не думаю, что это можно будет так легко представить. Вы понимаете, вы понимаете, вот когда сейчас советники проголосуют, для меня будет все понятно, потому что за мое, например, назначение как вице-мэра голосовали советники и от партии социалистов, и голосовали советники господин Бучацкий, я не знаю, но он как независимый, скорее всего, советник, голосовал он. В другой франции, да, у него. Да, голосовал он. Ну, был ряд советников в том, сейчас как они будут голосовать. Ну, для меня вопрос, это время покажет. Ну, я, конечно, вот еще раз повторюсь, что люди сегодняшние, которые три года ничего не делали, сегодня в лице господина Повонского, они там собирают вокруг себя большинство любыми методами, еще раз говорю, обещаниями, запугиваниями, прекращением уголовных дел, там, смотрящие их, не там, приходят. Ты на базар и говорят, вот мы тебе вернем товар. Ну, вы знаете, что произошло позавчера там с коллегой с нашим, Владимир Кептина. Ну, уже дошло до абсурда. Ну, это натуральный абсурд. Вот тут они делают грязную политику. Для чего они это делают? Ну, они были 12 лет у власти. Ну, разграбили этот город. Уничтожили его, я считаю, мне больно сердцем, потому что я здесь родился и вырос. Ну, так отойдите в сторону. Чего вы бьетесь за это, если так все было не так? Нет, нам надо вернуться, нам надо опять грабить. Или они пообещали в Кишиневе самохозяину, скорее всего, Плохотнику, что мы вернемся, только дайте нам зеленый свет. Ну, вернемся, может, дальше там будет вопрос по дорогам. Я вам расскажу даже, как сегодня покрывает их действием полиция. Ну, мы это и сами наблюдаем. Несколько раз, уже целую неделю, в общем-то, мы проезжаем или проходим, или стоим на остановке по Штефану Чалмаре, и видишь, насколько машины просто-напросто, извините за такое слово, нагло проезжают даже под знак, и под светофор, и под все, видя прекрасно, что там идут работы. Я считаю, что это может быть даже намеренный какой-то срыв того, запланированного, о чем говорилось и на аппаратных совещаниях, и на совещаниях с коммунальными службами. Вы понимаете, была зима, нас критиковали. Штефану Чалмаре дали уже имя другого... Да, мы знаем. Читали. Да, уже дали имя другого человека. Я вышел к людям, сказал, что будет улица начата делаться капитальным ремонтом, покрытием, дорожным, только будет погодные условия позволят это выполнять. Пришла погода к нам. Видите, у нас раньше было как зима, весна, лето, а у нас сразу сейчас пришла зима, и сразу пришло лето. Компания приехала, представители компании приехали. Я начал нагнетать, что техника, 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 рабочая сила. Ну, чтобы вы понимали, вот я вчера, позавчера, вернее, в 2 часа ночи спокойно работали, то маршрутки какие-то там в 2 часа ночи ездили. Ну, думаю, ну ладно. Утром, я знаю, что у нас есть договоренность с сегодняшним утром, что полиция должна выйти, перекрыть движение. Остается только троллейбус, скорая помощь и, не дай бог, где-то пожарная. И остается по одной полосе. Одна полоса выполняется ремонт. И автобусы большие, автобусы 25-е, мы тоже говорили. Совершенно верно. Одна полоса остается ремонт, вторая полоса движение. Ну, вот этого транспорта, ни легкового, ни такси, ни маршрутных такси. Сегодня в 7.45 звонит Лариса Ивановна Брагарь, извините. Ну, знаете, у нее крик души. Николай Николаевич, приедьте сюда. Я делал объезд на БАМе и говорю своим ребятам, разворачиваемся, едем на Штефан-Чалмаре. Мы подъезжаем со стороны автовокзала, по набережной, подъезжаем со стороны автовокзала, паркуем машину, выходим из машины, и женщина стоит на передовой. Вот как будто, я не знаю, кто проходил военные действия, вот я проходил военные действия, и вот как будто ты стоишь, и там противник, и ты в окопе залег, или ты стоишь на амбразуру, впереди зод, и ты кидаешься на него. Вот сегодня Лариса Ивановна, у меня было такое ощущение, что вот там какие-то захватчики, и она стоит и грудью кидается на амбразуру. И вы понимаете, едут люди, водители данных средств, я не знаю, как это назвать, или это не культура, или это просто специальный срыв. Они едут и поднимают ее на капот, она в прямом смысле ложится на капот. Я встал рядом и говорю, что же вы делаете, куда же вы едете? Она не пострадала ничего? Нет, просто то, что она нервничала, ну там и крики, она на них начала ругаться, они там ей объясняют, слушайте, мы ехали, едем и будем ехать. Что далеко ходить? Сегодня ехал, будем так говорить, муниципального советника сын на автомобиле, джип Хундай у него. Я ему говорю, куда ты едешь? Он говорит, вот моя работа там, я еду туда, у меня полный товар. Ну неужели нельзя стать, ну если ты знаешь о ремонт дороги, ладно, другие, прежде, но твой отец сидит в муниципальном совете, твой отец так же само переживает за эту улицу, чтобы ее делали, и он тоже нет этой культуры, и он тоже туда едет прямо. Ну как я вот стою на это, смотрю, говорю, ну ладно, если ты уже едешь, ну что мне говорить с другими людьми, вы понимаете? И потом начались, я вызываю Вячеслава Ивановича Зиньковского, он перед роддомом стоит на перекрестке, получается, диспетчер стоит на втором перекрестке, я ему говорю, куда вы пропускаете? Он говорит, так а меня тут не драться, не драться лезут, чтобы пропустить. Лариса Ивановна на том, я на другом светофоре. Говорю, где полиция? Почему нет полиции? Ну у меня простой вопрос, перекройте движение, поставьте одну машину так, другую так. Все, вопрос снятый, тормозите, отправьте их по объездным дорогам, чтобы они уходили. Нет, вы знаете, что дошло до того, и пускай знают наши полицейские, они начали между собой спорить. Одни начали отправлять на комиссариат, комиссар отправляет на Норт, Норт отправляет на нашу внутреннюю. Ну мне это стало неприятно, я взял, сказал, подготовьте мне письмо на имя министра внутренних дел, на имя Жиздана. Я знаю, что он человек, офицер и офицер волевой. Я подготовил на него письмо и написал, изложил все письме. Это было сегодня отправлено буквально в 11.30 утра теленофонограммы на его имя, потому что по-другому я уже не знаю, что делать. Но также я принял решение, и пользуясь случаем, я скажу автолюбителям, пускай они меня простят, вот пройдут эти выходные. Со вторника эту дорогу мы перекрываем полностью от всего автотранспорта, чтобы ее можно было сделать. По-другому выхода я не вижу. А троллейбусом? Да, троллейбус будет ходить по одной полосе, а в следующую субботу, в воскресенье мы перекроем полностью. А если нужно будет, то перекроем и троллейбусы, потому что нет выхода. Нет другого выхода, как сделать эту дорогу. Это просто, я не знаю, они хотят сорвать эту дорогу. Они хотят, или это политический какой-то заказ. Ну не давайте не играть в политику, это наш город. Понимаете, страшнее всего то, что сами жалуются на то, что по дороге невозможно ездить, и тут же едут и снимают, насколько там красивая дорога. То есть это вообще нонсенс абсолютный. То есть мы ответили на вопрос о том, что сотрудники дорожной полиции так и не регулируют движение. Не регулируют, они начали регулировать сегодня после обеда, спасибо им за это большое. Вот говорю опять в камеры, что сейчас стоит, я ехал к вам на передачу, сейчас стоит один экипаж на Первомайской, Штефан Челмаре, один экипаж стоит на автовокзале. Но это уже случилось, чтобы вы понимали, в обеденное или послеобеденное время. А до этого это был просто хаос. Ну да. Пока будет готовиться видеоматериал, который подготовили мои коллеги, я хочу сказать о том, что сегодня был снят еще один сюжет. Тоже по дороге и по безопасности дорожного движения. Это улица Аэродромная, Штефана Челмаре, перекресток. Это на перекрестке двух дорог. Р-14 международного значения и наши муниципальные дороги. То есть как это можно организовать, чтобы дорожное движение было безопасным? Я машину не вожу, водитель из меня никакой. Но вот я знаю, что водители плачут о том, что там не продумана правильность и безопасность дорожного движения. Если материал готов, мы готовы его посмотреть, а потом прокомментирует Николай Николаевич. Перекресток улиц Штефана Челмаре и Аэродромная, конечная остановка троллейбусов 1 и 3, по мнению водителей, является одним из самых неудобных в Бельцах. Проблема в том, что на одной улице загорается зеленый сигнал светофора, на другой он загорается тоже. Но при повороте налево в сторону центра у водителей возникает конфликтная ситуация, так как непонятно, кто и кому должен уступить дорогу. Водители считают, что на этом перекрестке необходимо установить круг, который, по их мнению, облегчит движение, либо отрегулировать светофоры. Здесь непонятно перекресток. Ну, для нас мы местные понимаем, а вот для транзитных, я думаю, еще тут проблема. Постоянно люди мешаются. Нужен круг, сто процентов. Нужен, нужен. Обязательно. Самый х**й перекресток. По словам автомобилиста с 40-летним стажем Моисея Мельгрома, ориентироваться на этом участке сложно даже местным водителям, не говоря уже о приезжих. В случае ДТП часто непонятно, кто виноват, так как там приходится ездить не по правилам, а скорее по инстинктам. Первый раз я столкнулся с этой проблемой, когда попал на вот этот зеленый свет, совершая левый поворот, и мне перекрестка со мной конкурирующего, идет машина. Я думаю, что что такое? Он идет, и я иду. Ну, я пропустил его. Потом пошел посмотреть, что это такое, на какой свет он ездил. А у него, кажется, тоже горит зеленый. То есть, когда я обратился к представителю дорожного, ну, гаишнику, подошел и сказал, как быть, это два зеленых, это смешно. Он говорит мне, что вы посмотрите, вот знак висит, главная дорога. Ну, с его точки зрения, главная дорога, это вот так идет. То есть, он так считает эту дорогу. Но ведь, хорошо, ладно, он мне сказал, я, допустим, знаю. А человек, который приехал сюда, ничего не знает. Он увидел зеленый свет и совершенно совершает левый поворот. А в этот момент, с правой стороны, идет машина, тоже под зеленый свет. Явный конфликт. Как его разрешить? Мне объясняют, что вот надо посмотреть на знак, там, главная дорога, еще чего-то. Знаки, с моей точки зрения, не действуют на регулируемом перекрестке. Они просто упраздняются самим сигналом светофора. Моисей Мельгром отметил, что для решения проблемы с трудным перекрестком есть несколько выходов. Первый – это установить круг. Тогда транспорт будет двигаться согласно правилам кольцевого движения. Другой вариант – установить на светофорах зеленую стрелку и расширить проезжую часть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, вот такой проблемный перекресток у нас. И я думаю, Николай Галевич, на заседании комиссии по безопасности дорожного движения можно было бы поднять этот вопрос? Или здесь могут быть какие-то препоны с точки зрения дороги Р-14? Ну, я обязательно подниму этот вопрос. Я как водитель тоже вам скажу, что перекресток этот очень неудобный. Я всегда еще, будучи... Я за рулем 30 лет, наверное, уже. И вот когда я ездил всегда на этом перекрестке, всегда возникал вопрос, почему там, например, не построить круг? Круг действующий, да, круг. Ну, потом для себя я где-то нашел ответ, что там троллейбусная линия, вот это, знаете. Там надо, скорее всего... Ну, это все-таки проект, это серьезные затраты. Поэтому давайте этот вопрос подниму со специалистами. Но для меня этот вопрос тоже больной, и я буду им заниматься. И обязательно я дам ответ. Но там надо что-то делать. Если говорить о затратах, то и о том, как обустраиваются наши дворы, потому что финансовые средства нужны всегда и всем, и везде. Когда и как этим летом планируется провести обустройство пешеходных зон и тротуаров? Тротуары. Мы пойдем, то, что вот вы видели в «Штефан-Челмаре». Мы довели плиткой до определенной отметки. Значит, сейчас уже мы подготовили, и я дал команду, чтобы провели конкурс по компании, которая выиграет по укладке плитки вместе с работой. И мы дойдем, я думаю, что мы дойдем аж до улицы Пушкина. Всю «Штефан-Челмаре» мимо храма. И дойдем или до пересечения, где Чебал что уходит, или уйдем дальше, как уже позволят нам финансовые средства. Все будет зависеть от того, какая цена будет на тендере выставлена за плитку и работу. Это что касается тротуаров, что касается пешеходных зон. Ну, я говорил и в вашем эфире, и на комиссии по безопасности. Я настаиваю на то и настоял, что сейчас буквально после праздников, где церковь Святого Николаева, там будут разбиты парковочные места, правильно будут распределены, и вдоль дороги «Штефан-Челмаре», если смотреть от Святого Николая и до следственного отдела, здесь будет у нас пешеходная зона, нормально, благоустроенная пешеходная зона, чтобы люди могли спокойно передвигаться по этому участку земли. Если вы видите, они идут у нас сегодня или по дороге, как они передвигаются, наши граждане, наши бельчане, или же они идут по газону, который находится между улицей Николаева и «Штефан-Челмаре». Там в этом кармане, конечно же, карман довольно большой. Насколько я помню, вы дали очень коротенький срок на исполнение этого поручения. Совершенно верно. Я дал господину Зиньковскому короткий срок и товарищу Хмарному, но они попросили меня, чтобы этим заняться после вот этих праздников, которые сейчас наши все идут к горожане и приезжие, наши гости города, идут к близким на могилы. И после вот этих вот уже, когда закончатся праздники, они займутся этими вопросами. Кстати, да, тем более, что проект уже давно был разработан, он находится в управлении архитектуры, не надо ничего нового придумывать, потому что проекты есть. И намного проще уже, наверняка будет проще сделать эту работу. Я не понимаю, почему они не сделали это до того, как я не увидел этот проект. Они должны были его сделать еще год назад, этот проект. Но он ко мне попал в руки. Кстати, он попал ко мне в руки, этот проект, чтобы вы все понимали. Не знаю, были вы тогда или не были. У меня был прием граждан, и пришел наш горожанин, активный горожанин. Назовут его Николай, очень нормальный человек. Ему болит все, что происходит всегда в Бельцах. И я очень рад, что он такой вот, как вам сказать... Болеющий душой за город, да? Да, не безразлично то, что происходит в Бельцах. И вот он мне принес, показал этот проект, я его увидел. И я был прекрасно, говорю, ну, конечно, мы его сделаем, и мы будем его делать. Настоящие горожане, они такие. Вы знаете, еще один вопрос об автомобилистах. Но прежде один вопрос вам. А вы где держите машину? Я держу машину? Нет, я держу машину вот на... Гаражах? На стоянке, нет. На стоянке здесь, на набережной. Да, потому что на благоустройство дворов тратятся деньги. Автомобили превращают дворы в воспитательный полигон. Имеются ли какие-нибудь решения для упорядочения парковки и движения автотранспорта по дворовым территориям? Вы знаете, очень правильный вопрос. Во дворах должны быть парковки. Именно обустроенные парковки для жителей данных домов или районов. Вот что мы сегодня наблюдаем? Мы наблюдаем, вот, возьмите, 10 квартал. Где сделаны дворы. В 18 часов приезжаешь к подъезду или на парковку, уже машину поставить негде. Потому что машины ставят не только жители этих домов, но и ближайших домов тоже, где нет таких парковок. Приезжают, ставят, но у них тоже не запретить, ничего не сделать. Пожалуйста, ставьте. Мы с коллегами собирались и решили... Тогда еще был исполняющий обязанности Шеремет. Плюс Шмульский Геннадий Леонидович выезжал в Ясы, в Румынию и в другие города. Также из Шеремет выезжал. И Елена Грицко как-то подняла буквально месяца два назад тему о том, что говорит, мы забыли про дворы, такие как в Ясах. Принесли мне проспекты, я их посмотрел, говорю, да, их надо делать. Что там? Значит, там дворы все обустроены стоянками, автостоянками для жильцов. Но работа мэрии, работа мэрии здесь присутствует даже в том, что она эти парковочные места сдает в аренду в данной квартире. Например, квартира номер 15, там есть машина, образно говоря, там Жигули, да. Он идет в мэрию, заключает на год аренду данного участка. Платят в Румынии, они, если мне не ошибает память, 30 евро в год. И он знает, и там написано, что там номер такой-то квартиры или номер машины. И никто на это место машину не ставит. Если ставит кто-то на это место машину, он вызывает эвакуатор, машина собирается, и его место освобождается. Вот по такому пути надо идти в Бельцах. Хорошо, мы вернемся к этому вопросу, потому что, мне показывают мои коллеги, мы вынуждены прерваться на рекламу. Мы уходим на рекламу, после чего поговорим дальше о проблемах города и горожан. Продолжение следует... 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 этой неделе очень короткая, и предыдущий гость студии Николай Николаевич Кригоришин, исполняющий обязанности примара муниципия. И мы говорили о дворах, об их благоустройстве, о парковках во дворах. Вы привели пример. Яс, и не только, наверняка, многих румынских городов. Я скажу, что когда-то проекты такие были и в нашем, опять-таки, управлении архитектуры. Есть специально разработанное положение о парковочных местах. Но еще, я поняла, что это еще дело будущего, правильно? Да, мы начнем над этим работать в ближайшее время. Потому что это интересный проект, и это будет только польза для горожан и для автолюбителей, которые имеют автомобили, которые живут во дворах, которые хотят приехать в любое время суток и припарковать свой автомобиль, не искать, где его припарковать. Но сегодня, знаете, что многие люди не хотят идти на автостоянки платные, потому что, не знаю, раньше ставили, и сегодня все стоянки наполовину пустые. Ну, это дело каждого автомобилю любителя, как он. Это будет примеряющие меры между водителями и пешеходами. Все равно, я говорю, что правильно это сделать, чтобы арендовал данный автомобиль, арендовал парковочное место у себя во дворе. Это будет очень правильно. Раз в год он идет в примарию и платит... Налоги. ...за это парковочное место. Примария получает свои дивиденды, а человек получает место. И это нормальное явление, конечно. Скажите, пожалуйста, Николай Николаевич, намечается ли работа по освещенности всех дворов в городе? Не везде есть свет, ночью страшно ходить. Вы знаете, я этот вопрос затронул буквально неделю назад на аппаратном совещании, которое проходит тоже по пятницам. Вернее, это было две недели назад, потому что прошлую пятницу, вы знаете, что я улетел в Москву и срочно вернулся в связи с той проблемой, которая существовала. Да, мы намечаем план. Но первый план, я сказал, осветить все пешеходные переходы, которые есть в Бельцах. Вот их надо осветить, потому что в ночное время суток, в вечернее время суток, пешеходные переходы... Водители наши почему-то не реагируют ни на знаки пешеходного перехода, ни на эту зебру, которая нанесена на дорожное полотно. Поэтому я дал задание, дал, чтобы изучили вопрос и уже должны мне дать ответ после праздников. У нас есть болезненных шесть пешеходных переходов в Бельцах. Я сказал их осветить. Также специалиста Кудряшова Александра Витальевича я отправлял в Кишинев. Он смотрел, там есть, где осветили на ботанике пешеходные переходы. Он ездил смотреть в вечернее время суток. То, что показал он видео, мне понравилось. Мы пойдем по этому пути, но там должны быть столбы. Если столбов нет, то будем как-то освещать. Но пешеходные переходы, мы этим делаем в ближайшее время, они будут все освещены. Что касается дворов. Я знаю эту тему, болезненная тема по освещению дворов. Она есть и на восьмом квартале, и также она есть и на тридцатке у нас. Она есть и на девятом квартале. На пятом квартале у нас эта проблема. Такая же проблема у нас в парке Победы на шестом квартале. Эта проблема существует. Специалисты, когда мне докладывали по этому вопросу, ну, естественно, они говорят, надо начинать все с проектной документации. Вот где есть проектная документация, тогда мы можем начинать. Где ее нет, ее надо начинать делать. Чтобы ее делать, надо заложить в финансы. В бюджет. Да, в бюджет. Поэтому здесь вот есть загвоздка. Я не хочу обещать, что завтра мы все дворы осветим, но мы к этому идем. И в ближайшее время вы увидите буквально результат. Вы действительно сказали о том, что прошлая неделя была очень напряженная. Пятница была одной из самых сложных. Помимо того, что это была черная пятница, если говорить по духовному календарю, то мы еще говорим о том, что это было экстренное заседание. Вы созвали комиссией по чрезвычайным ситуациям. Насколько сегодня проблема решается, спорная проблема решаема? Чего удалось достичь и как дальнейшая будет, какова дальнейшая судьба мусорного кризиса? Достичь чего? Нам удалось достичь то, что мы обратились к премьер-министру. Премьер-министр взял этот вопрос под свой личный контроль. Забегу вперед, что на следующей неделе у меня состоится встреча с премьер-министром. По данному вопросу, потому что на этой неделе премьер-министр был в командировке в Киеве. Потом сегодня было заседание, он был занятый. И договорились, что во вторник мы созваниваемся и определяем время, когда мы встречаемся. Поэтому на следующей неделе, я надеюсь, что у нас уже состоится встреча. И мы плодотворно на этой встрече поработаем по данному вопросу. Сегодня, я говорил в прошлую пятницу, что можно садиться за стол переговоров с людьми, с бизнесменами, которые тебя не заставляют и не говорят тебе, вот сегодня так, а завтра так. Должны быть правила. Сегодня полигон работает, они его не закрывают. Полигон, я ездил сейчас вечером, смотрел сам, что полигон открыт. Значит, у них, я думаю, здравый смысл восторжествовал. И, скорее всего, мы сядем за стол переговоров. Ту политику, которую они сегодня развернули на рабочих комиссиях в рамках сессии, ну, я считаю, это, по крайней мере, некрасиво. Они начали обвинять моих коллег, что они с организованной преступной группировки какой-то, они не садятся за стол переговоров. Я бы хотел сказать, что, скорее всего, это у них организованная преступная группировка, которая держит город. Вот они взяли за горло город и нажимают, отпускают, нажимают и отпускают. Потому что мой последний с ними разговор был такой, что я не дам им поставить на колени город. Поэтому я думаю, что на следующей неделе у нас будут конкретные какие-то шаги и решения данных вопросов. Ты всегда должен восторжествовать здравый смысл во благо горожан и города. Конечно, но я это и призывал их, чтобы они, пускай они сядут, перекрыть, шантажировать этим полигоном, а сесть за стол переговоров, сделать дорожную карту выхода с данной ситуации. Но это должно быть цивилизованно. Это не должно быть, что я не открою полигон, пока вы не дадите миллион лей, как они хотели на прошлой неделе. Дайте миллион лей, тогда мы откроем полигон. Ну да. Но в таком случае у нас есть три адреса телезрителей, которые спрашивают улица Белоусова возле школы Гора Мусора. На улице Дарвина частный сектор третью неделю не вывозят мусор. В чём причина? Там же улица Свободы. И улица Донича три недели не убирают мусор. И на Белинского тоже. Неужели о нас забыли? Спрашивают телезрители. Уважаемые телезрители, я извиняюсь перед вами за то, что у вас не убрали мусор. Из-за того, что, вы знаете, полигон был закрыт три дня, наши службы сегодня опаздывают, ну, уже где-то на полторы сутки. Опаздывали на три дня, сейчас опаздывают на полторы сутки, поэтому загвоздки с вывозом мусора. Но поверьте, я сейчас уверен, что директор предприятия предприятия муниципального ДРСУ, он меня смотрит, и он уже с утра начнёт выполнять данную задачу по данным улицам. Записал адреса, если что, мы напомним ещё раз. Хорошо, записал. В таком случае, Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, мы говорили о том, что здравый смысл должен как бы восторжествовать. Здание на центральной остановке. Муниципальный совет на заседании 29 марта утвердил проект мирового соглашения с владельцами нового торгового объекта. История длится три года после завершения строительства, и только сейчас совет пошёл вот на такой компромисс. И решил подписать мировое соглашение с Георгием и Ольгой Чилик. Это ООО «Болгарский торговый дом». Как часто вы идёте на компромиссы? Я пошёл в данном случае на компромисс. Я встречался много раз с этим экономическим агентом. Лично встречался в порядках в рабочих группах, встречался, когда был одними членами рабочей группы. Вы знаете, вы сказали три года, но я здесь с вами не соглашусь. Данный конфликт длится, я думаю, не три года, а лет шесть-семь. Ну, понимаете, я всегда задавал вопрос. Человек построился без документов. Ну, он построился. Где были начальники управления, вице-мэры, исполняющие обязанности в какой-то... Примар, в конце концов. Центральная остановка. Неужели у нас ездят... Ну, может, я и... Как? Может, там вице-мэры и примары, и начальники управления не передвигались по центральной улице и не ходили по пешеходным переходам, тогда я понимаю, что они не видели, что происходит за последние, там, пять-шесть лет строительства данного объекта. У меня... Мало того, что у меня возникали всегда вопросы, почему центральная остановка... Я не архитектор по образованию, но хотелось бы, наверное, им стать. И, как любой горожанин, я хочу, чтобы это было красиво, и глаза радовались, правильно? Центральная остановка, проезжая часть, пешеходная зона, люди подъезжают, выходят, машины двигаются. Кто дал разрешение? Вот, скажите, сегодня там вам нравится, вот, архитектурный ансамбль данной остановки? Давайте скажу так, для этого есть градсовет, где сидят специалисты-архитекторы северного, регионального, территориального, наши архитекторы. Там сидит целый совет, настоящие специалисты. Вы знаете, я тоже с вами согласен, и я не сомневаюсь, что они специалисты, но у меня вопрос. Почему, когда данные специалисты шесть-семь лет назад принимали такие решения о том, что одно здание должно быть в два этажа стеклянное, второе здание должно быть в три этажа высокое, квадратное, другое полукруглое. Где же специалисты были? Почему нельзя было сделать, как говорят многие горожане? Ну, сделайте одно целое, одна остановка красивая, один ансамбль сделает, но это же будет радоваться, и даже едут гости нашего города на автотранспорте, передвигаются, посмотрят, смотрите, как красиво. Центральная остановка. А сейчас у нас что происходит? Тут два этажа в стекле, тут какой-то периметр, тут аппендицит вылазит, тут свечка, или как ее назвать, что вы сейчас говорите. Но человек уже построился, поэтому и пошли на компромисс, пришли к мировому соглашению, там были у него обращения с прокуратурой, прокуратура дала свой вид, что претензий к данному строительству не имеют, тогда те чиновники в документах дали какие-то разрешительные документы, вы сами улыбаетесь, и мне тоже иногда смешно становится, как они могли это давать. Но дали. Мы заключили, и я сегодня, да, пускай этот экономический агент развивается, только запускается, работает. Вы спросили, нравится ли мне это? Знаю точно, что мне не нравится, когда в построенных зданиях окна закрываются рекламными счетами. Это просто ремарка. Скажите, пожалуйста, Николай Николаевич, вот мы заговорили, мы просто вернемся и к нашим проблемам, которые еще есть в области контейнеров мусорных. Вы говорили о том, что новые закупленные контейнеры, они поступают регулярно, должно было быть 300 штук. Поступили ли они, и насколько они соответствуют параметрам, заявленным на конкурсе, который был выигран экономическим агентом? Вы знаете, 300 контейнеров должны были нам поставить до 3-4 апреля 2018 года. Нам их поставили 50 штук до 7 числа, еще 60 с чем-то, потом еще 90. То есть они нарушили сроки поставки данных контейнеров. Это первое. Второе. Когда есть техническое задание, что там толщина металла должна быть такая, объем должен быть 1,1, то есть это все было обговорено. Выехали на место, я не знаю, кто там делал замеры, потому что это компания «Эксимотер», они говорят, что у них приняли контейнеры, хотя я не видел ни одного документа, кто принял контейнеры, чтобы вы понимали. Я говорю, сделайте мне замер данных контейнеров. Мне стало интересно, потому что я вчера рассказывал, и прервалось, не хватило времени. Рядом стоит контейнер пластиковый, темно-зеленого цвета, там объем 1,1 куба. Я смотрю на этот контейнер, который привезли в Сербии, ну, данная компания «Эксимотер», ну, не выглядит он на 1,1. Ну, думаю, ну ладно, я не разбираюсь и понимаю, что надо измерить вверх, середину, вниз, а он идет вот таким конусом. Я говорю, замерьте мне, ну, там замеривают рулетками, один дает 0,86, 1,09, другое говорит 1,1. Я говорю, давайте не будем спорить, начинаются споры у них между собой. Я говорю, возьмите герметик, заклейте все щели полностью в данном контейнере и сливную трубку. Все это сделали, выдержали, оно все засохло, заливайте воду. Залили воду, туда поместилось 0,87, то есть 1,1 куба там нет. То есть я вижу в этом, это вот какая-то, опять же, какая-то политическая подоплека этого, чтобы город не получил контейнеры. Фирма заранее приставила контейнеры, не такие, как они должны быть. То есть я должен что? Сегодня перечислить огромную сумму денег под своей подписью. Завтра мне придут проверяющие органы и скажут, что здравствуйте, контейнеры не тех технического задания, которое было выграно, или еще больше, сделают замеры и будет чей-то анализ. Так же самое выиграла другая фирма, это Eximotor, который еще был у нас один конкурс, последний, на 295 штук. Потому что я думал, тех 300 и 295, и нам хватит в городе контейнеров. Выиграла другая компания, не помню сейчас ее название, но опять же компания Eximotor обжаловала выигрыш этой компании. И сегодня она в тупиковой ситуации, и получается, что она заблокировала вход этой компании со своими контейнерами, а осталась вот с этой, которую мы не приняли. А претензию выставить этой компании? Мы, конечно, выставили претензию, но сегодня я читал в почте уже, Eximotor выставила нам претензию, что данные контейнера находятся даже без ответ хранения на территорию ДРСУ, что кто-то их принял, ну кто, я до сих пор не знаю, по акту переема и передач, что технические характеристики соблюдены, и то есть все было, как заявлено, полтора миллиметра металл, оцинковка, один и один куба, ну такое ощущение, что кто-то приехал, поменял контейнеры и привез их, поставил меньше. Ну до абсурда доходит уже ситуация, понимаете? Еще одно внутреннее расследование. Николай Николаевич, вопросы телезрителей, я благодарю все, кто очень активен сегодня во время эфира. Скажите, пожалуйста, что происходит с землей под стадион, который начали благоустраивать у городского озера, будет ли там все-таки стадион? Я могу заверить однозначно, что стадион, стадион, не стадион, а футбольное поле, футбольное поле передано сегодня на баланс премарии, и футбольное поле там будет построено. Ответили. Скажите, пожалуйста, решился ли вопрос с транспортом на Радоницу, к новому кладбищу, к новому, и будет ли туда на постоянной основе ходить транспорт? Ну, на данные праздники, ну, я думаю, что люди смотрели, я это говорил, что вопрос решен, именно на данный суббот, воскресенье, понедельник туда будет с восьмого квартала ехать маршрутное такси. На постоянное, чтобы туда ездило, ну, это мы рассмотрим буквально, давайте, на следующей неделе или с первого мая мы рассмотрим, что туда, может, ездило постоянно, потому что, насколько я знаю, там уже больше сорока захоронений. Отлично. Значит, вопрос вы тоже возьмете на комиссию по безопасности, по безопасности, по дорожному движению? Не по безопасности, а когда будем высота по транспорту. По транспорту. Скажите, пожалуйста, как планируется отметить в этом году День Победы? Отчасти вы уже сказали, но как вы считаете, может ли этот праздник стать объединяющей силой для политических оппонентов? Вы знаете, это великий праздник, и для меня, в первую очередь, это огромный праздник. День Победы у меня воевали мои деды, и они герои войны, и награждены Красным Знаменем и Орденом Ленина. То есть я горжусь своими предками. Для меня это был всегда святой праздник. Но то, что я вижу в последнее время, и вы, наверное, это тоже наблюдали в прошлом году, на День освобождения Бельс, в этом году на День освобождения Бельс, наши политические, будем так говорить, партии, они почему-то для них это не день радости, то, что выиграли войну, что великая держава стала СССР, выиграла войну. Все же воевали, молдаване, грузины, украинцы. Ну, я считаю себя одной страной, и всегда считал. Но сегодня, кто знамена несет политических формирований? Кто пиарит себя? Вы видели, на День освобождения Бельс, социалист начал раздавать со своим изображением флайерам. Ну, это что, нормально? Ну, это же не нормально. Или другие политические силы, идет одна колонна, другие политические силы в лице демократов выстраивают вторую колонну. Ну, делят общество сразу же, понимаете. Или туда еще, в эту политическую вторую колонну, я как-то некрасиво это слово, сгоняют. Ну, заставляют прийти. Да, заставляют прийти сотрудников госпредприятий. У них выходной, например, в этих дней. Нет, приди под галочку, как они сейчас хотят на выборах, чуть ли не заставляют их, чтобы они фотографировали бюллетени, за кого не будут голосовать в лице Александра Усатова. Сложно будет на избирательных участках, так что удачи всем. В городе очень пыльно. Может, стоит поливать улицы не только летом, но уже и сейчас. Пыль, скорее всего, образуется в том числе из-за подсыпки дорог зимой песком. Может, стоит переходить на противогололедный реагент? Совершенно согласен с телезрителем. Совершенно согласен с данным телезрителем. Позавчера улицы на 10-9 квартале поливались. По техническим соображениям не могли полить Штефан Челмари, потому что экономический агент, который осуществляет работу, он сказал, нельзя мне поливать, то есть это будет влиять на его процесс, когда он будет накрывать асфальтом. Мы видели сегодня уже одну полосу накрыт. Да, накрыли. Но очень справедливое замечание. Я думаю, что буквально машины сегодня ночью будут опять заправляться водой в емкости и пойдут поливать те улицы, которые разрешены, где нет ремонта. Насчет реагента я согласен полностью с телезрителем. Я выступал, не знаю, смотрели ли его, нет, месяц назад и сказал, что нам надо уходить от песка и смеси соли, приходить уже к современным более методам, потому что, да, это дороже, но это сегодня эффективнее. И не будет у нас такой пыли и столько камней, что сейчас вот ливневую канализацию после данных праздников я уже дал команду, чтобы пригласить, где силами ДРСУ, где, чтобы приехала та спецтехника, которую вы наблюдали год назад, чтобы приехала эта итальянская техника, она очень эффективная и занялась почистить ливневые канализации. Я почему сказала, что, к сожалению, телезритель не оставил своего адреса, потому что у нас есть ответы, которые поступали в адрес и премирии, я имею в виду через Facebook и на нашу страничку в YouTube. Очень жалко, что адрес, который был назван, телезрительница не оставила своего точного адреса. Речь идет о ремонте дороги по улице Островского в сторону улицы Калия Ешелор, почтового отделения. Нет точного адреса, и наши специалисты не могут выехать точно и указать, какие там нужны дорожно-ремонтные работы. Уважаемые бельчане, я вас очень прошу, если вы хотите, чтобы ваш вопрос получил действительно правильный, верный ответ и был услышан, и вы смогли потом проконтролировать его исполнение, будьте добры, оставляйте хотя бы контактный телефон, тогда это будет более точно. На сегодняшний день письмо, которое было направлено в адрес на нашу страничку в YouTube, мы не можем ответить, и службы наши не могут вам ответить на вопрос, когда будут проведены дорожно-ремонтные работы по улице Островского. Времени в эфире остается не так много, и если позволите блиц вопросы, поступившие также в ходе прямого эфира. Ну, они и безымянные, но они есть. Николай Николаевич, у вас хватает времени на своих родных, и как вы его проводите? Вы знаете, к сожалению, раньше я уделял очень много своим родным, близким, семье, свое время. Сегодня из-за моей загруженности в работе я уделяю время, только это рано утром, когда просыпаюсь, мои детки еще спят, я подойду к ним поцелую, супругу поцелую и ухожу. И прихожу очень поздно. Вот сейчас каникулы, они меня дожидаются, мы еще успеваем почитать на ночь какие-то книги и позаниматься с дочкой и сыном, благо они у меня очень хорошо учатся какими-то предметами. Скажите, пожалуйста, у вас есть вредные привычки? Вы знаете... Честно, откровенно? Вы знаете, я всегда говорил честно и откровенно. Я не знаю того человека, у которого нет вредных привычек. Есть у меня, как и у всех людей, вредные привычки. Совершали ли вы такие поступки, за которые вам стыдно? Ну, сказать, что не совершал, но я скажу, что кто-то... Ну, неправда это. Конечно, совершал, и есть те поступки, за которые мне стыдно. Но нет, я думаю, тех людей, которые не совершали этих поступков. А те, кто люди не признаются в этом, ну, бог им судья. Скажите, у меня к вам вопрос, так пишет зрительница. Вы добились всего, чего вы хотели, или есть к чему стремиться? Знаете, казалось в молодости, что я... Вот я стану генералом, и все будет у меня хорошо. Случилось так, что у меня было много ранений, меня комиссовали из вооруженных сил. Сегодня я хочу добиться того... Я говорю, военную тему я закрыл, потому что я комиссованный человек, сегодня я хочу добиться до того, чтобы наш город, Бельцы, расцветали и были цветущими. Вот для меня это мечта, чтобы в Бельцах все было прекрасно, чтобы люди выходили из дома и шли на работу, чтобы они улыбались друг другу, чтобы они не закрывались друг от друга. Сегодня порой соседи не знают друг друга, понимаете? Но это уже неправильно как-то. Вот моя мечта, к этому я стремлюсь и буду стремиться. А должен ли глава города быть примером для горожан? Ну, я считаю, что должен. 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 Во всем быть примером? Во всем. Во всем. Ну, просто есть ряд, разные взгляды. Понимаете, я не могу быть примером для своих. Я как пример, как хозяйственных могу быть, а как вот политический оппонентом для своих этих политических оппонентов не могу быть. Потому что у них другие примеры. Я хочу сказать, уважаемым телезрителям, точно так же, что по данным второго отчета Промо-Лекс, муниципи вновь в верхней строчке по прозрачности местных органов управления. Это радует. Мы действительно остаемся в числе лучших в топ тех муниципиев и тех городов, которые являются прозрачными местными органами власти. Это радует, это серьезное испытание, это подстегивает еще к какому-то лучшему, в лучшей работе? Или что для вас? Просто такой топ-10. Вы знаете, это меня очень радует, потому что это независимая компания Промо-Лекс. Вот она второй раз проводит данные изучения этого вопроса. Я был на последнем слушании, вы тоже были. Да, аппаратном совещании. Да, на аппаратном совещании. И мне она очень понравилась, вот такой получился двухсторонний диалог. И мы открыты, и они открыты. И любая служба мэрии нашей, она открыта. Я не могу сказать, что происходит в других мэриях, потому что я был в Кишиневе, и там не так все прозрачно, как вот кажется. Но я всегда хочу брать пример с кого-то лучшего. И вот то я был в Москве, да, там прозрачно. Вот я хочу, чтобы так в Бельцах было. Поэтому то, что сегодня мы в топе, это только заслуга наша с вами. Всех работников, кто работает, и СМИ в том числе. Я хочу сказать огромное спасибо всем СМИ. Я так и хотел сказать. Я говорю от работников мэрии, а вы говорите от работников СМИ. Честное слово. Спасибо всем, кто вещает в прямом эфире, кто работает. Потому что я хочу напомнить, и вернемся, что не только у нас прошедшая неделя. Мы подводим итоги. Но мы еще говорим о том, и вернемся вновь к тому, что следующая неделя будет очень сложной. Начнется она уже во вторник, после Радоницы. Начнется она с заседания муниципального совета. Очень сложным, серьезным. Я хочу, чтобы точно так же восторжествовал здравый смысл у всех, кто сидит в совете. Но мои слова могут мало, чем мало, что какое влияние оказать. И все-таки я думаю, что совесть – это самое главное, что есть у нас с вами, у людей. Не зря же мы с вами человеки. Еще очень приятно, что вы каждый раз отмечаете работу, отличную работу дворников, которые работают в ЖКХ, в БИО. Это очень сложно сегодня действительно их похвалить за такую работу. А есть ли предприятия муниципальными, чьей работой вы недовольны? Чью работу хотелось бы именно улучшить? Ну, недоволен. Я всеми, может, предприятиями не сильно доволен. То, что мне нравится, как относятся к своим обязанностям дворники, БИО, ЖКХ. Люди ответственные, люди, получающие небольшие зарплаты. Но они подходят к своему делу ответственно. Также это заслуга их мастеров. Потому что мастера, как и дворники, они находятся с раннего утра вместе с ними на объекте. И мастера тут играют не очень, вернее, очень большую роль в данном случае, что они находятся всегда в с ними. Ихни руководители, они понимают меня, я думаю, сегодня с полуслова, и я не должен что-то объяснять по третьему, по четвертому разу. Да, у нас есть промахи в компании ДРСУ. Но это не вина сегодняшнего руководителя. Это не вина людей, которые работают на данном предприятии. Это вина всего прошлого руководителя, который по ошибке был назначен. Это Сергей Пчела. По ошибке, я повторяю, что я лично был против всегда его назначения. Потому что человек безграмотный попал на руководящую должность. И поэтому он привел с меня предприятие в этот упадок, с которого мы с ним пытаемся подняться с колен. Спасибо вам большое. Наше время в эфире завершилось. Мы подвели итоги недели вместе с вами, вместе с нашими телезрителями. Я благодарна вам, уважаемые и дорогие друзья, за эти вопросы, что прозвучали сегодня. И хочу напомнить и нашему телезрителю Александру Житарь ответить. Уважаемый Александр, сайт, на который вы открывали, на который вы ссылаетесь в вашем обращении, неверный. Наберите, пожалуйста, balti.md. balti.md, официальный сайт премирии Муниципиа Беллс. Вот если по нему у вас будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо за итоги недели и хороших вам тихих, спокойных, умиротворенных выходных.